Эх, корейский аналог рейтинговой комиссии SRB знатно так навел шороху в игровом сообществе, вновь выставив возрастной рейтинг первой части Red Dead Redemption. Доподлинно неизвестно, в связи с чем специалисты решили вновь перепроверить игру 13-летней давности. Однако сей факт, как водится, дал очередной повод для спекуляций касательно новой версии проекта, ну и как следствие выхода того на ПК. Новость до того взбудоражила сообщество Rockstar, что наиболее активные представители оного принялись копать глубже, дабы отыскать еще какие-то зацепки, подтверждающие намерение выпустить переиздание. И те, как вы уже могли догадаться, были оперативно найдены. Пользователи обнаружили, что внешний вид достижения игры на платформе Social Club был существенно обновлен. Rockstar нарисовали их в более качественном разрешении, а подобные вещи, как полагает комьюнити, без причины не происходят, тут явно что-то нечисто. Возможно, все это не более чем домыслы, и внесенные обновления не говорят ровным счетом ни о чем важном. Но известно, что сами Rockstar очень даже в курсе того, что среди преданных фанатов существует крайне высокий спрос на ремейк или ремастер оригинала. А потому спекуляции могут оказаться в конечном итоге не такими уж беспочвенными. Как выяснилось, заметная часть геймерского сообщества оказалась прямо-таки сыта по горло слишком ранними анонсами игр без даты выхода. Ну или когда последнюю объявляют в лучшем случае года через два или три. А сама игра и вовсе выходит еще лет через десять после этого. Яркий тому пример The Elder Scrolls, шестая часть которой была анонсирована аж пять лет назад, а точной даты выхода нет до сих пор. Остается лишь кормиться предположениями аналитиков и довольствоваться разного рода догадками. А потому терпение особо социально ответственных граждан все же иссякло, и те решили призвать разработчиков и издателей больше так не делать. Нет, произошло все на сей раз не путем создания петиции, как мы уже привыкли, а в соответствующей теме на форуме Reddit. Она так и называется. Могут ли игровые компании, пожалуйста, прекратить выпускать трейлеры и тизеры, которые выходят за несколько лет до релиза? На момент написания текста тема набрала уже свыше двух тысяч голосов. И, как становится понятно из обсуждения, данные зловредной тенденции недовольны реально многие. Конечно, есть понимание того, что множеству современных релизов может требоваться больше времени на планирование, разработку и исправление багов. Но, как показывает практика, также во многих случаях время ожидания доходит натурально до абсурда. Отличный тому пример — сиквел Beyond Good and Evil, что находится в разработке уже уйму времени, но до сих пор неизвестно, выйдет ли игра или нет. Некоторые геймеры высказали свое опасение, что успеют состариться и умереть до выхода игры. Однако, как бы ни было печально, данный тренд среди игровых компаний вряд ли изменится в лучшую сторону. Потому как справедливо отметили многие из комментаторов, анонсирующие трейлеры нацелены прежде всего на привлечение инвесторов, а не только как реклама для конечного потребителя. Недалее, как в четверг, платежная система Kiwi неожиданно обрадовала ПК-геймеров из России возможностью пополнить кошелек Steam напрямую с помощью рублей, а не, например, переводом их в казахские тенге. Валюта конвертировалась в доллары по курсу в районе 100 рублей за один вечно зеленый. После этого отправлялась на счет игрока. Однако радость, похоже, продолжалась недолго, потому как довольно оперативно возможность отключили. Об этом сообщили непосредственно пользователи Kiwi. Причину всех вышеописанных событий толком так и не удалось выяснить. Возможно, новую функцию пришлось временно отключить из-за наплыва пользователей. Как утверждают те, кто таки успел новую функцию протестировать, поначалу деньги на счет приходили довольно быстро, но уже вскоре начались огромные задержки, доходившие порой до двух часов. Какое-то время спустя сервис вновь заработал, но затем вновь обрушился. Надежда, что чуть позже функция снова возобновить свою работу есть, но комментариев от представителей платежной системы не поступало. А потому остается только запастись терпением, ну или проверить работоспособность самостоятельно. Вполне вероятно, что на момент публикации новостей все уже и заработало. Компания Ubisoft показала новые кадры грядущей убийцы Форзы, The Crew Motorfest. До выхода игры остается каких-то два с небольшим месяца, а потому французский издатель стал делиться геймплейными нарезками более активно. Новое видео демонстрирует преимущественно наземные покатушки, но разработчики напоминают, что гонки в открытом небе, как и морские соревнования, также останутся доступны. Авторы всерьез планируют развивать подобный концепт и в триквеле обещают представить самый большой парк для каждого вида гонок. Местом действия, как утверждалось, станет живописный остров Оаху, расположившийся на Гавайях. Разработчики уверены, что данная локация прекрасно подходит для аркадного вождения и задействования всех видов транспорта. Будет где разгуляться. Сообщается, что любители покрутить баранку смогут принять участие в различного вида мероприятиях. Например, будут разборки лоб в лоб, а также официальные соревнования. Ожидаются и сезонные мероприятия с частотой проведения раз в 4 месяца, а также VIP-плейлисты. Выходит игра по-прежнему 14 сентября на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series XS. Прямо сейчас в Steam идет летняя распродажа, на которую можно купить все желаемые игры по выгодным ценам. Но как же пополнить баланс Steam и при этом не переплатить огромные деньги за комиссию? Все просто. Можно воспользоваться сервисом Купикод. На Купикод самая низкая комиссия на рынке, меньше чем у Kiwi перекупов на разных площадках. А по нашему промокоду DLC комиссия на пополнение Steam составит всего лишь 16%, вне зависимости от суммы пополнения. Но поспешите, действие промокода ограничено. Пополнение Steam на Купикод происходит в несколько действий. Весь процесс пополнения легкий и безопасный, так как сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. А еще можно авторизоваться с помощью Telegram или ВК и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Помимо пополнения российского Steam, на Купикод можно пополнить казахстанские аккаунты Steam. Для этого всего лишь нужно нажать кнопку на сайте и пополнить, с удобным калькулятором, который считает за вас по актуальному курсу. Переходи по ссылке в описании и пополняй баланс Steam вместе с Купикод. Поклонников маленьких игровых шедевров от Тима Шейфера, создателя Monkey Island и идеологии Psychonauts, похоже, ждет не самая воодушевляющая новость. Триквел похождения раза Аквата с великой долей вероятности можно не ждать. А если он когда-то и будет, то точно без участия легендарного разработчика. Недалее, как в мае, намек на возможное продолжение оставили Microsoft, в преддверии выставок Xbox Game Showcase и Starfield Direct. Тогда в официальном аккаунте издателя появилось изображение доски в стиле игры «Крестики-нолики» с тремя иксами в ряд, и где остальные места были заполнены буквами, что при перестановке складывались в слово «псайк». Игроки усмотрели в сообщении намек, однако проект не был анонсирован. Сам же Шейфер позднее-таки прокомментировал данную пасхалку, сказав следующее «Я этого не видел, и я не работаю над Psychonauts 3». Несмотря на это, Шейфер все же упомянул о том, что студия-разработчик Double Fine может раскрыть свой грядущий проект уже в конце этого года. Продолжают появляться подробности касаемо грядущего хоррор-боевика Alan Wake 2. В последнее время стало уже казаться, что мы и так все знаем о новой игре от Remedy. Разработчики с завидной регулярностью делятся деталями проекта с начала лета. Но нет, кое-что новенькое узнать все-таки удалось. Так, сценарист игры Sam Lake дал интервью журналу Play, где отметил, что темп грядущей игры станет более медленным, а сражений с врагами станет меньше, потому что игра теперь не приключенческий экшен, каким была первая часть. Разработчик признался, что слишком частые перестрелки с врагами в оригинале их не особо радовали в итоге. А в концепцию новой игры они и вовсе едва ли впишутся. Поэтому нынче был сделан еще более явный акцент на историю, которая станет еще более амбициозной, нежели раньше. Помимо прочего, в игре не будет скримеров, элементов расчленения и прочих приемов из дешевых фильмов ужасов. Вместо этого разработчики сконцентрируются на проработке атмосферы и психологических аспектах сюжета. Кроме того, в разговоре уже с Еврогеймер, и как только старина Лейк успевает давать все эти интервью. Так вот, сценарист поведал, что изначально множество идей, реализованных впоследствии в других играх финнов, были частью концепта Alan Wake 2. Среди них, к примеру, сюжетные вставки с живыми актерами, которые разработчики обкатали изначально в DLC для Аллана под названием American Nightmare. Remedy предлагали идею с сиквелом компании Microsoft, но те в продолжении истории о писателе заинтересованы были не особо. А потому лайф-экшн-ролики перекочевали в новый проект Quantum Break. Иииии... снова Ubisoft. Скучали? Вот и мы как-то не особо. Что, впрочем, быть может и зря, ведь французская студия готовит инновационный проект, тем самым давая понять, что они впереди планеты всей. Так, компания сделала официальный анонс, из которого стало понятно, что разработчики готовят блокчейн-игру. Она называется Champions Tactics Grimoria Chronicles, а ввиду анонса был опубликован и дебютный тизер. Описание гласит, что это будет экспериментальная, тактическая, ролевая PvP-игра. А ее выход состоится исключительно на ПК. Неизвестно, на какой стадии разработки находится проект, но не стоит забывать, как юбики относятся к срокам. Вполне вероятно, что экспериментальная, тактическая, ролевая игра выйдет лет эдак через 10, и на тот момент уже отнюдь не будет такой уж экспериментальной. В Champions Tactics с целью игрока будет собрать себе команду лучших из лучших, дабы противостоять другим таким подобным отрядам. Звучит не очень экспериментально, но судить пока рановато. В показанном ролике даже каких-то геймплейных кадров не завезли. Также одной из важных особенностей проекта станет блокчейн под названием Oasis, который оптимизировали специально для видеоигр. Студия Insomnia Games, похоже, начинает потихоньку подкидывать намеки на главную интригу грядущей игры про Человека-паука. Напомним, что дебютный трейлер недвусмысленно намекал, что центральным антагонистом, который будет кошмарить Морализа и Паркера в сиквеле, станет Веном. Но в последующем геймплейном трейлере, который студия показала уже на презентации PlayStation в мае, нам дали понять, что большую часть времени противостоять героям будет все-таки Крейвен Охотник, а Черная Смерть появится где-то ближе к занавесу сюжета. Но теперь разработчики твердо решили запутать игроков еще сильнее. В рамках недавнего мероприятия, посвященного 20-летию выставки The Game Awards, участие приняли в том числе и создатели Marvel Spider-Man 2. Авторы приключения представили заглавную музыкальную тему сиквела, попутно дав повод для очередных спекуляций на тему ключевого злодея людей-пауков. Во время шоу разработчики продемонстрировали финальную сцену из первого Marvel Spider-Man. В ней Норман Осборн навещает своего сына Гарри, что все это время заточен в неком резервуаре, будучи окутанным в черную субстанцию. Что любопытно, фрагмент демонстрировали под главную тему сиквела, что как бы должно показать важность данного сюжетного момента в истории продолжения. Игроки предполагают, что главным антагонистом может стать кто-то из семьи Осборнов, что соответствует комиксному канону. Противником может стать как отец, так и сын, потому как каждый из них в разные отрезки времени скрывался под личиной зеленого гоблина. Интересные порой случаются вещи. Не далее, как в прошлом выпуске, мы рассказывали о неожиданном повороте касаемо неудавшегося экшена Force Poken. Об игре уже все успели забыть, казалось бы, как вдруг продажи резко подскочили вверх, что озадачило многих игроков. А вот не сказать бы, что бы тоже довольно успешный хоррор-локалистопротокол и вовсе может получить продолжение. Об этом заявил создатель боевика и глава студии Streaking Distance Гленн Скофилд в интервью изданию MP First. Геймдизайнер, известный среди прочего еще и как автор франшизы Dead Space, напрямую факт разработки сиквела не подтвердил, объяснив это нежеланием делать лишний пиар преждевременно. Однако, по его словам, вселенная, которую они с командой создали, дает существенный простор для воображения и раскрытия множества интересных историй. В дебютнике была заложена лишь крепкая основа, у которой определенно есть богатый потенциал, а недостатка идеи у разработчика никогда, впрочем, и не было. Так что сиквел, по всей видимости, дело времени, несмотря на не слишком выдающиеся продажи оригинала. Но мы все же надеемся, что если продолжение и будет, то в нем авторы сделают упор на проработку сюжета, атмосферы и экшен-составляющей, не заостряя лишнее внимание на визуальной части, которая и так в игре неплоха. А понравился ли вам Декалиста протокол? Или все же оригинальный Dead Space, да хоть даже отличный сиквел, все же не удалось переплюнуть? Оставляйте свое мнение в комментариях. Похоже, что провал The Lord of the Rings Gollum сказался на деятельности студии Day-Daily котнюдь неблагоприятно. Сообщается, что компания планирует в самое ближайшее время отказаться от разработки игровых проектов в принципе, сконцентрировав рабочие усилия на издательской деятельности, а также лицензирование собственных IP. Также есть некая вероятность, что компания будет помогать другим студиям в разработке, однако ждать новую игру во вселенной профессора Толкина определенно уже не стоит. А ведь еще не так давно Day-Daily рассказывали, что игроков-таки ждет новое приключение в магическом сеттинге. Но, по всей видимости, сокрушительный финансовый провал Голлума перетасовал карты по ходу, что называется, игры. Отныне компания ожидает существенной реструктуризации, как следствие сокращения штата сотрудников, который, однако, успеет выпустить пару заплаток для многострадального Голлума, так как игра в плане оптимизации по-прежнему даже близко, не в идеальном состоянии, и работать еще есть над чем. Компания Samsung намеревается покорить рынок электронных развлечений. В связи с чем был запущен цифровой магазин Game Portal, являющийся неким своего рода эквивалентом Steam, EGS или Origin. Проект уже запущен в 30 странах мира и доступен на сайте компании. Как утверждает производитель, Game Portal — это универсальный интернет-магазин для любителей видеоигр, что создавался с единственной благородной целью, а именно существенно повысить удобство просмотра и покупки электронных продуктов. Однако, что может показаться немного нелогичным решением, продаваться на площадке будут не только видеоигра. Обещают, ко всему прочему, смартфоны, телевизоры, игровые мониторы, а также твердотельные накопители. Вполне вероятно, что таким образом компания планирует конкурировать с уже занявшими далеко не вчера нишу компаниями Valve и Epic Games, сделав ставку на предоставление разнообразного контента, прямо или косвенно связанного с видеоиграми. Пока многострадальная пиратская адвенчура Skull & Bones по-прежнему пребывает в производственном аду и хорошо, если вообще выйдет, компания Ubisoft строит новые амбициозные планы. Так, среди прочего, появились слухи, будто бы одиозные французы планируют запустить в производство ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Данная информация прозвучала из уст аж двух анонимных источников, близких к Ubisoft. Те утверждают, что ремейк одной из самых высокооцененных частей ассасинской франшизы находится на самых ранних стадиях разработки. Но все же работа над ним определенно ведется, и намерения выпустить игру в течение нескольких ближайших лет довольно серьезны. Правда, руководят разработкой, по слухам, все те же Ubisoft Singapore, ответственные за Skull & Bones. Что звучит, согласитесь, довольно иронично. Ну да ладно, нечего тут глумиться. Black Flag – часть довольно знаковой, и поклонники, мы надеемся, вовсе даже не расстроятся, узнав, что новая версия их любимой части находится в разработке. Многие об этом просили уже давно, глядя на, будем честны, довольно кринжовые ролики Skull & Bones разных стадий производства. Пока все же неизвестно, как именно разработчики собираются переделывать проекты и на что сделают упор. То ли это будет покадровая переделка оригинала на новом движке и парочкой обновленных элементов, а, быть может, авторы перекроят геймплей основательно, в сторону последних тенденций собственных игр, как те же Odyssey или Valhalla. Недавно, наконец, стартовал третий сезон сериала «Ведьмак» от Netflix. Разделенный на две части, он таки станет финальным аккордом в роли «Ведьмака Геральта» для Генри Кавилла, после чего пост первого на деревне «Истребителя нечисти» займет Лем Хемсворт. И, пользуясь случаем, подход к подготовке на роль новичка решил прокомментировать Джоуи Бейти, исполнитель роли Лютика в сериале. На конференции, посвященной премьере нового сезона, Бейти отметил, что уже созванивался и беседовал с Лемом по поводу роли. Актеры вроде как даже обменивались любимыми цитатами из книг и тому подобное. По словам сериального Лютика, мало кто может дать дельный совет, как правильно играть Геральта. Особенно сценаристы шоу, они-то книжек Сапковского вообще, кажется, не читали. Однако Хемсворт буквально поглощает одну за одной книги о «Ведьмаке». Соответственно, ожидается, что на съемочную площадку актер прибудет с достаточным пониманием как лора, так и характера своего персонажа. Главное, чтобы все усилия Хемсворта на этот счет не были насмарку. Ибо, зная команду сериального Ведьмака, можно предположить, что, понимаешь ты все книжные перипетии или нет, все это не важно. Так как общего с ними шоу будет иметь, ну, практически ничего. Как, впрочем, и персонажи с их непохожими характерами. Но мы можем пожелать актеру удачи, в авантюру он вязался знатную, так что она ему вполне себе может пригодиться. К слову, ранее продюсеры адаптации Стив Гауп и Томик Богинский сообщали, что у них есть отличные идеи касаемо замены актеров. Создатели будут опираться на оригинальную серию книг, а там есть кое-какие моменты, за которые можно как следует зацепиться, тем самым грамотно обыграв изменения в актерском составе. Ну а теперь, как всегда, пару минут на Блиц. Рассказываем коротко о важном. Актер озвучки Киберпанк 2077 опубликовал довольно странное сообщение в Телеграм-канале. На видео голос Ви Егор Васильев находится в студии записи дубляжа оригинального Киберпанка, а с ним в кадре присутствует режиссер дубляжа, звукорежиссер и женский голос Ви Юлия Горохова. Факт нахождения команды целиком в подобном месте наталкивает на определенные размышления. Возможно, это просто бать на комменты, а, быть может, кто-то решил заняться озвучкой вне рамок официального дубляжа, так как официальный, напомним, заявлен все-таки не был. Компания Annapurna Interactive анонсировала игру по франшизе «Бегущий по лезвию». Она называется Blade Runner 2033 – Лабиринт. Действие проекта будет происходить между оригинальным фильмом и сиквелом «Бегущий по лезвию» 2049, а в качестве места событий авторы выбрали антиутопический Лос-Анджелес. Дата выхода игры не объявлена, был опубликован лишь довольно атмосферный, но малоинформативный тизер. Крупная модификация для четвертого Fallout с подзаголовком London выйдет в четвертом квартале 2023 года. Мод призван тотально приобрести локацию оригинальной четверки, позволив игрокам исследовать постапокалиптическую столицу Великобритании – от Вестминстера до Бромли. Разработчики изначально планировали выпустить модификацию в третьем квартале, то есть где-то осенью этого года, но в конечном итоге решили не испытывать судьбу и не ввязываться в конкуренцию со Starfield. А Steam Deck, похоже, можно поздравить с очередным достижением. Так, благодаря базе данных SteamDB стало известно, что на данный момент на консоли представлено 10 тысяч игр, прошедших классификацию проверено или играбельно. И это спустя пару месяцев после того, как их было 9 тысяч. Сообщается, что в числе прошедших проверку проектов, такие игры как The Last of Us, Everdream Valley, Park Beyond, Soul Survivors и Tiny Life. Геймдизайнер-ветеран Питер Малинье, похоже, работает над новой игрой. Об этом сам разработчик рассказал в одном из недавних интервью. На сей раз Малинье не стал делать амбициозных заявлений, вроде тех, благодаря которым когда-то и приобрел свой мемный статус. Рассказав лишь о том, что грядущий проект станет первым спустя много лет, где он сам выступит еще и в качестве программиста. Со времен первой части Black & White Малинье делегировал эту обязанность другим сотрудникам. А вот о чем именно будет сама игра, пока неизвестно. А сейчас самое время нашей постоянной рубрики «Цирк с конями». И вновь эксперименты с видеомонтажом набирают обороты, привлекая все больше талантливых персон, жаждущих творчески самовыражаться. Так, актер и бодибилдер Александр Невский активно путешествует по мультивселенной игры фильмов. А любимец девчонок, да и многих парней, чего уж, Райан Гослинг, всего раз, но так и посетил советские просторы предприятия 3826 из Atomic Heart, добавив ретро-футуристические пейзажи, щепотку невозмутимости и харизмы. Нынче же в игровой мир попал другой, не менее талантливый лицедей Голливуда – Адам Сэндлер. Он пусть и не столь крутой, как может показаться на первый взгляд, но зато роль комедийному актеру досталась поистине ответственная. В очередном фанатском приключении парень примерил на себя роль отца, заменив воинственного Кратоса в перезапуске серии «Гада вор». В ролике герой занимается воспитанием сына. Немного сентиментальничает, но и отвешивать тумаки вроде как тоже умеет. Хотя и не очень-то хочет. Видео было заботливо смонтировано пользователем elehandlebee.wav. Его канал на YouTube изобилует и другими работами над темой. В наличии, к примеру, путешествие Бората в Resident Evil 4, а также Шрека в Fallout 4. Иными словами, зайдите и полюбуйтесь сами, подобные труды определенно заслуживают своего лайка. А на этом у нас все. Надеемся, выпуск вам понравился. Если да, то жмите палец вверх. Ну и не забывайте подписываться на канал, если заглянули впервые. До новых встреч!